Новый год – время чудес, а в сказке нуждаются не только дети, но и взрослые. 2020-й для врачей стал самым тяжелым за последние несколько лет. И даже в преддверии праздника они продолжают ежедневно бороться за жизни пациентов. Но новогоднее настроение необходимо. Поэтому в рамках акции «Спасибо врачам» активисты партии «Единая Россия» совместно с депутатами Совета депутатов муниципалитета привезли к дверям зеленой зоны подарки – фрукты для укрепления иммунитета медиков и елку с украшениями для хорошего настроения. Мы с благодарностью относимся к тяжелой работе наших врачей, тем более тех, которые продолжают работать в красной зоне. Поэтому есть проекты, которые именно направлены на то, чтобы поддержать наших врачей. Тем более в преддверии Нового года мы хотели бы выразить им искреннюю признательность. «Зеленую красавицу» привезли и в детскую поликлинику. Активисты и депутаты вместе с медиками установили ее в холле второго этажа. Заместитель главного врача Елена Зинатулина отметила, что подобные акции помогают сотрудникам поликлиники легче переносить большую нагрузку. Они в действительности поддерживают сотрудников, их вдохновляют, что стимулируют дальше к работе. И такие праздничные настроения в действительности перед Новым годом – это просто здорово. В сегодняшнее время, я думаю, подобной акции их не хватает. Их должно быть достаточно больше. Мы должны благодарить наших врачей за ту работу, которую они делают. Я думаю, что им очень приятно то внимание, которое мы сегодня им уделяем. А новогодняя красавица елка в праздники будет радовать как работников, так и посетителей поликлиники. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого.